Неделю назад мы вместе с вами побывали в гостях у Челябинского авиапредприятия. Заглянули в цирк, который ждет перемен. Рассказали про устройство домовых перекрытий и о новых отделочных материалах. Сегодня все продолжится. Сегодня в программе новая жизнь поселка Амезе. Масштабное строительство на месте ветхозаветных бараков. Возможно, нам поставят физкультурно-оздоровительный комплекс. Где эта улица, где этот дом? Площадь Мопро в цикле «Неизвестный Челябинск». То, что мы сейчас знаем как улицу Российскую, это называлось «Восточный бульвар». Вас уже сосчитали. Кто составляет список недобросовестных поставщиков строительных материалов? В комитет вошли представители Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинского области. И зачем все это нужно? Несбывшиеся проекты, что никогда не построят в нашем городе. Ваша крыша! Алексей Григорьев расскажет про устройство кровли. При расчете конструкции кровли на прочность важно учесть снеговую нагрузку. А также входные двери, лестницы и новости из сети. Оставайтесь с нами. Продолжаем обзор строящегося Челябинска. Сегодня заглянем в поселок Амезе, который в последнее время начал стремительно меняться. В 30-е годы 20-го века при Челябинском автоматно-механическом заводе начали строить поселок для его рабочих. Этот некогда промышленный район, застроенный частными домами, двухэтажными бараками и обычными панельными многоэтажками, до недавнего времени казался диким краем. Однако строительные компании смогли разглядеть в нем большие перспективы. Еще бы! Всего 20 минут до центра города, берег Шершневского водохранилища, сосновый лес, живописные карьеры, нет варенных производств рядом. Уникальность грядущих перемен в том, что именно здесь запланирован самый большой объем строительства на месте ветхоаварийного жилья. В общем, снесут 24 тысячи квадратных метров, чтобы возвести новые высотные дома. Уже проведена реконструкция улицы Кузнецова с расширением до четырех полос. Заявлено о планах строительства двух детских садиков. Карьер Изумруд – гордость поселка. Со всего города летом сюда приезжают многие челябинцы, чтобы искупаться, позагорать, прогуляться по берегу. Долгие годы Изумруд пребывал в плачевном состоянии. Но этим летом здесь начали обустройство экопарка для семейного отдыха. Благоустроенный пляж, летняя терраса, спортивная площадка с детским городком и пунктами по предоставлению в аренду спортинвентаря. Судя по темпам, строительство завершится довольно быстро, на радость горожанам. Ведь об оборудованном и благоустроенном пляже жители ОМЗ мечтают уже давно. За последние три года здесь образовалось аж три новостройки. 16-этажка на Ярославской – 9, 10-этажные дома на Кузнецова – 31 и 37Б. Строительные компании буквально перекраивают ОМЗ по-новому. И неудивительно, ведь даже риэлторы отмечают неоспоримые преимущества района. Существует множество факторов, которые определяют преимущества района ОМЗ. Это экологически чистый район, это близость основного бора. Рядом находится и дымбурный карьер, шишневское водохранилище. Полностью развитая инфраструктура района. Самая глобальная стройка сейчас идет в центре поселка. На месте ветхоаварийных двухэтажек скоро появится целый жилой квартал. По адресу Кузнецова, 15, уже возводят первую монолитную высотку из пяти планируемых. Архитектура комплекса уникальна. Вход в помещение будет осуществляться через высокую витражную группу из стекла. За ней будет находиться просторный холл, через который можно будет выйти во двор. В комплексе будет закрытый двор, изолированный от проезжей части, собственной детской площадкой, подземной парковкой на тысячу мест и с необычным ландшафтным дизайном. Двор будет выполнен не в одной плоскости, а холмами, которые будут отражать звук от игровых и спортивных площадок вверх, тем самым уменьшая шум, доносящийся до окон квартир. На сегодняшний день стоимость квадратного метра по желтому же составляет от 38 тысяч за квадратный метр, что примерно так же, как и на северо-западе, в Калининском и Курчатовском районе, несмотря на те преимущества, которые я уже перечислила. А за будущим жилым комплексом расположился любимый всеми стадион АМЗ, который за последние пять лет тоже претерпел немалые изменения. Нам было постелено футбольное поле с искусственным покрытием, довольно-таки современным, одним из лучших в городе. И также были сделаны асфальтированные дорожки беговые, тоже под покрытие для занятий легкой атлетикой. Помимо этого было возведено еще одно строение, в котором расположились раздевалки и кабинеты для администрации, поскольку прошлый пункт для размещения спорт-инвентаря и для отдыха самих спортсменов пришел в негодность и больше напоминает бункер военных времен. Андрей занимается здесь футболом уже пять лет, и он помнит еще старый стадион. Это больше нравится в поле, потому что здесь искусственный газон. Если упадешь, то не сильно будет больно, а там больно было как бы падать. Однако руководство спортивной школы считает, что несмотря на немалый прогресс, еще предстоит много чего сделать, и планы достаточно масштабные. Мы планируем на следующий год сделать трибуны, продолжить благоустройство территории постепенно. В 2016 году мы будем стелить резиновое покрытие, и, возможно, нам поставят физкультурно-оздоровительный комплекс. Совсем скоро поселок Амазе станет другим. Из промышленного захолустья он превратится в современный район с развитой инфраструктурой. Уютный и экологически чистый. Не поселок, а мечта. Продолжаем разговор о надежных входных дверях, которым сегодня придется непросто, ведь их будет испытывать по-настоящему сильный мужчина. Спонсор рубрики «Мой дом, моя крепость» салон стальных дверей «Торекс». Внимание! Открытие нового салона стальных дверей «Торекс» на Свердловском проспекте 67. Скидка всем покупателям 15%. 211.6.211. Павел занимается бодибилдингом. Он тяжеловес со стажем. Настоящий богатырь. Защитить свою семью он может одной левой. А чтобы домочадцы были в безопасности и в его отсутствии, он сам отправился выбирать входную дверь. При тщательном осмотре каждой модели доверие ему внушило пока только вот это. Дверь выглядит надежно, но она очень легкая. Вес двери не такой уж легкий – около 70 килограммов. Но для Павла это, видимо, сущие пустяки. Ее простое открывание обеспечивают петли на упорном подшипнике, благодаря которому дверь невозможно будет снять с крепления. Чтобы силач убедился в ее прочности, ему предложили краш-тест на пробной модели. Полотно заполнено жестким вспененным полиуретаном и дополнительно усилено решеткой из арматуры, которая не поддалась силачу. Также защиту гарантирует замковая система, которая соответствует рекомендациям МВД России. Благодаря им дверь не подвергнется ни интеллектуальному, ни силовому типу взлома. У членов моей семьи есть привычка стучать ключом по двери. Долго ли продержится это покрытие? Полимерно-порошковое покрытие на этой модели защищает ее от механических повреждений, и дверь прослужит очень долго, а главное – со временем не потеряет своей привлекательности. Я выбираю этот дверь, потому что я точно уверен, что моя семья будет под надежной защитой, даже тогда, когда меня не окажется дома. Вряд ли кто-то рискнет нарушить покой тяжеловеса и его семьи. Да и проникнуть в квартиру теперь будет невозможно, благодаря еще одному стражу из стали. Внимание! Открытие нового салона стальных дверей «Торекс» на Свердловском проспекте 67. Скидка всем покупателям 15%. 211.6.211. В нашей программе мы говорим только о самых современных строительных материалах, в том числе о тех, которые полностью меняют ваше представление об устройстве домашних лестниц. Спонсор рубрики «Торговый дом. Васта». Все дело в лестничных панелях. Из ламината, шпона или массива они легко и быстро реставрируют старую лестницу или декорируют голый металлобетонный каркас. В России, проанализировав весь рынок вообще лестничный, пришли к выводу, что данная продукция будет пользоваться огромным спросом, потому что люди, купившие двухуровневые квартиры с металлобетонным основанием лестничным, либо таунхаусы, в которых основание уже идет фанерная массивная лестница, либо строящие коттеджи, дома, изначально сделавшие металлический каркас, встает у людей проблема, как данную лестницу обшить и чем ее облицевать. Вариантов немного. Древесный массив или керамогранит. Первое дорого и недолговечно, второе не всегда вписывается в дизайн. Если это двухуровневая квартира и полностью она застелена ламинатом, то лестницу делать из керамогранита, это все-таки не совсем эстетично будет выглядеть. Выход простой. Клеим панели. Их легко монтировать и также легко снимать. Еще один плюс, если вдруг повредили поверхность. Лестничный марш деревянный, его достаточно сложно демонтировать. И повредив какую-либо одну ступеньку, ну, будь то строители уронят на него один из своих инструментов, дети пробегут, не дай Боже, уронят утюг или какой-то тяжелый предмет. Демонтировать одну ступеньку не является возможным вообще. То есть приходится демонтировать пол лестницы уже. А с помощью данных панелей, если лестница собрана, то если повреждена одна ступень, мы говорим о том, что демонтировать ее и заменить не составляет никакой проблемы и труда. Подводим итог. У вас может быть красивая деревянная лестница. Надолго благодаря металлическому основанию, недорого благодаря волшебным панелям. И пусть ваш секрет будет только вашим. Торговый дом Васта представляет ступени, не имеющие аналогов России, с покрытием из ламината или массива, для облицовки металлических, бетонных и деревянных каркасов. Быстрый и легкий монтаж, непревзойденное шведское качество и экологичность. Где эта улица, где этот дом, а точнее говоря, где эта площадь? Этот вопрос может поставить в тупик многих наших современников. Мы продолжаем открывать неизвестный Челябинск и отправляемся на площадь Мопра. Площадь Мопра на перекрестке российской и коммуны. Ее и площадью-то сейчас назвать сложно, но обо всем по порядку. Непонятное слово «Мопр» не является фамилией, как думают многие. Это аббревиатура, которая расшифровывается так. Международная организация помощи революционерам. Конечно, это название площадь получила только после 1917 года. До революции, в начале 19 века, это была самая окраина города. То, что мы сейчас знаем как улицу Российскую, это называлось Восточный бульвар. Предполагался он первоначально как крайняя улица. Площадь, судя по всему, была оставлена по плану, но название почему-то не имело. По крайней мере, в документах дореволюционных, тех, что я видел, название ее нигде не фигурировало. То есть, а дома, которые по ней располагались, относились к второму Восточному бульвару. На тот момент в Челябинске уже существовали Южная площадь и Северная, а вскоре появилась и Восточная. Примерно в 1908 году на этом месте стоял деревянный особняк. Архиерейский дом, который был куплен у местного купца специально для церковного наместника Оренбургской епархии. Простоял этот дом до 1970 года. Он был просто жилым. А сейчас на этом месте советские пятиэтажки. Возле имения Викария образовалась площадь, которую горожане переименовали в Архиерейскую. Такое название сохранялось около 15 лет. Но церковное имя на идеологически правильное поменяли большевики. Так и появилась площадь международной организации помощи революционерам. Со временем площадь окружили пятиэтажные дома. Сюда и по сию пору можно добраться дворами с остановки Центральный рынок на проспекте Ленина. Долгое время именно благодаря Центральному рынку была известна площадь Мопро. Раньше туда можно было пройти через вот эту арку. Сейчас она значительно сократилась из-за коммерческих площадей. Я знаю эти места с 1945 года. Вот здесь на восточной подстанции, вон она видна, у нас был огород. Вообще тогда в городе везде были огороды. На всех улицах посреди улиц. Улицы были немощеные. Рынок появился где-то в районе 70-х годов. Конечно, он тогда был очень, так сказать, значительным сооружением в городе. Популярным. Крытый рынок. Народу всегда было очень много. Появление именно торгового объекта на этом месте не случайно, а даже закономерно. Ведь традиционно на Руси, в том числе и в Челябинске, на площадях купцы ставили свои лавки. Практически все площади города используются в качестве машины для торговли. Потому что Челябинск в конце 19 века – это город торговый. Здесь значительная часть населения, то есть не обязательно купеческая, многие мещане тоже занимаются торговлей. Остальные солдаты и прочее, прочее. В СССР центральный рынок был практически единственным местом, где водились дефицитные товары. Все купленное здесь отменного качества. Так было и во времена перестройки, остается и в наши дни. Сейчас здание центрального рынка переживает реконструкцию. Торговый зал уже напоминает красочный восточный базар. Полностью работы обещают завершить в феврале 2014 года. Делается фасад здания. Будет достаточно красивый, в восточном стиле, сделанный из комбозиционного материала. Фасад будет привлекательный, с подсветкой в ночное время. Город рос и развивался, а размер площади стремительно сокращался. В 2004-м здесь вырос бизнес-центр «Каскад» с новаторской архитектурой и первой подземной автопарковкой. Был пустырь, тут такое ощущение, вот я сейчас вспоминаю, даже не было асфальта. Настолько тут была заброшенная территория. Был рынок, центральный рынок, причем не такой, как сейчас. Сейчас его отреконструировали, а раньше это было здание, ну такое, как советских времен. И площадь была, по сути дела, ну как заброшенная, там поросшая травой. Вот была конечная остановка, я не помню какого автобуса. В принципе, мы вышли с предложением на городские власти, они это все поддержали. То есть убрать отсюда конечную остановку и построить комплекс. В 2001-м году мы начали делать проект с архитектором Рувиновым Мяком Захарычем. Вот он предложил такую архитектуру в виде кубиков. И сразу же появилось рабочее название «Каскад». По адресу площадь Мопро, кроме бизнес-центра, числится 10 зданий, среди которых жилые дома, гостиницы, шиномонтажка, остатки свободных метров заняты автозаправкой. Площади, как таковой, не осталось совсем. Но можно сказать, что она выполнила свое историческое торговое предназначение. А непонятная аббревиатура «Мопр» осталась памятью о советском прошлом. На прошлой неделе пришло сообщение об обрушении частного строящегося дома. Погибли люди. Сейчас выясняется, что было причиной. И следующий материал, как никогда в тему, на Южном Урале создается список добросовестных поставщиков строительных материалов. Уверены ли вы, что ваш дом построят из материалов заявленной прочности? Изготовлены ли они с полным соблюдением технологии? Выдержат ли предполагаемые нагрузки? Теперь об этом вы сможете узнать благодаря информационной базе Союза предприятий строительной индустрии Южного Урала. Чтобы проверить качество, ему необходимо приехать, найти лабораторию сначала, которая проводит проверку качества, заключить с ней договор, оплатить, привести образцы на испытания, испытать и получить заключение. Для того, чтобы покупатели были уверены в качестве стройматериалов, в Союзе предприятий стройиндустрии родилась идея о создании информационной базы. В комитет вошли представители архитектурно-строительного факультета Южноуральского государственного университета и Министерства строительства и инфраструктуры дорожного хозяйства Челябинской области. Комитет формирует список, отбирая поставщиков по пяти критериям. Первый – наличие соответствующей материально-технической базы. Второй – высококвалифицированный персонал предприятия. Третий – наличие лаборатории для проверки сырья и готовой продукции. Четвертый – штат технологов, которые следят за производством. И последний критерий – испытание уже готовых материалов. В целом, на сегодня есть алангар-предприятия, которые поняли необходимость создания данного инструмента, и которые вступили в Союз и подтвердили качество выпускаемых ими строительных материалов. Сейчас в базе добросовестных поставщиков 15 компаний, а заявок уже более 50. Комитет внимательно изучает предоставленную документацию каждой фирмы. Специалисты выезжают на производство, проводят исследования в независимых лабораториях, а затем размещают проверенную информацию на сайте Союза. В следующих программах мы расскажем и покажем, каким образом строительные материалы проходят проверку на прочность. Все больше времени в нашей программе мы уделяем малоэтажному строительству. Это неспроста, ведь россияне все чаще стремятся променять многоэтажные джунгли ради своего кусочка земли. Вот и сейчас Алексей Григорьев продолжит раскрывать секреты частного строительства. Мы все спешим за чудесами, но нет чудес и ничего, чем та земля под небесами, где крыша дома твоего, где крыша дома твоего. Но кто будет спорить с тем, что эта конструкция в доме самая важная? Она и от атмосферных осадков защитит, и законченный архитектурный образ зданию придаст. Собрать крышу без проблем можно и летом, и зимой. Типов кровли существует много. Эксплуатируемые нет, плоские, скатные, чердачные и бесчердачные. При расчете конструкции кровли на прочность важно учесть снеговую нагрузку. Даже в пределах нашего региона она меняется. В Челябинске нормативная снеговая нагрузка 180 кг на квадратный метр, а в Миасе и Златоусте уже 240 кг. Не учитывается масса снега при угле наклона кровли от 45 градусов, но значительными становятся ветровые нагрузки. Задача кровли не пропустить в дом влагу. Мягкие кровельные материалы с этим справляются на ура, так как образуют герметичный ковер. У других типов кровли свои преимущества и свои правила укладки. Для устройства плоской кровли используют мембраны и рулонные материалы. Мембраны применяются при любом наклоне кровли от 2 градусов. Рулонные материалы, если укладываются в 2 слоя, минимальный угол составляет 15 градусов, если в 3 – от 5 градусов. При угле уклона от 2 до 5 градусов минимум 4 слоя. Андулин и его более современная версия андувила применяются при угле наклона от 6 градусов. Кровля из композитной и металлочерепицы применяется при минимальном угле 14 градусов. У мягкой черепицы самый богатый выбор форм и цветовой палитры. Она применяется при угле наклона кровли от 11 градусов. Нужно знать, что при малых углах под нее устраивается сплошной подкладочный ковер. Покрытие из металлочерепицы мы рекомендуем применять при наличии чердачного помещения, по причине ее повышенной шумности. При устройстве кровли из волнистого шифера и натуральной черепицы, чтобы вода не просачивалась в местах стыка, минимальный угол уклона должен составлять 22 градуса. Не забывайте выкладывать пароизоляцию, учитывать, что чем меньше угол наклона кровли, тем больше должен быть подкроен вентиляционный зазор. Ну и, конечно же, следить за тем, чтобы был замкнут тепловой контур здания в местах примыкания кровли к стенам. Какой тип кровли выбрать для крыши вашего дома – решение за вами. Главное – позаботиться о том, чтобы защитник дома был надежным, красивым и долговечным. Цены на различные типы кровли могут варьироваться в зависимости от конфигурации и индивидуальных особенностей дома. Поэтому за точными расчетами вам лучше обратиться к инженерам строительных компаний. Будьте внимательны – порядочные компании не зарабатывают на строительных материалах, а наоборот предоставляют солидные скидки своим заказчикам. Проектно-строительная компания «Возрождение». Все виды проектирования и строительных работ. Подбор и монтаж инженерных систем. Комплектация объектов строительными материалами. При заказе строительных работ рабочий проект вы получаете бесплатно. Телефон 270-2013. Пришло время вопросов, ответов и обзора строительных форумов. Поехали! На прошлой неделе телезрители задали нам вопрос о стройке, развернувшейся напротив фабрики «Юничел». На пересечении улиц Чайковского и проспекта Победы еще летом часть территории была огорожена высоким забором. Но никаких сведений о том, что там будет построено, пока нет. Да и в электронных картах место стройки никак не обозначено. Когда-то в этом районе планировали строительство высокого здания чуть ли не в 40 этажей. Но нам удалось узнать, что здесь сейчас возводится торгово-офисно-спортивно-развлекательный комплекс в три этажа. Со слов строителей, якорным арендатором станет известный продуктовый ритейлер. Строительство и отделочные работы будут завершены к лету 2014 года. Тогда же станет явно, какова концепция этого комплекса и его архитектурная значимость. Тем временем на строительном форуме skyscrapercity.com на прошедшей неделе особенных сенсаций не было. Обсуждали появление долгожданной вывески над отелем «Рэдисон», который вот-вот сдадут в эксплуатацию. Уделили внимание новому детскому саду, который буквально за несколько месяцев возвели рядом с торговым комплексом «Фокус». Кстати, участки для прогулок здесь размещены не вокруг здания, а выведены на отдельную площадку. Пристально следят пользователи и за строительством храма Сергия Радонежского на проспекте Победы рядом с трамвайным кольцом. Здесь уже, по всей видимости, начинаются отделочные работы. А также спорили о финальной этажности жилого комплекса «Флагман» на пересечении братьев Кошириных и улицы Чечерина. Проект красивый, и всем хочется, чтобы центральная его башня, как и было заявлено, доросла до 19 этажей. Спасибо пользователям за актуальные фотоматериалы. Мы продолжим обзор интернета на следующей неделе. В одной из программ мы начали рассказывать вам об архитектурных проектах, которые так и остались на бумаге. В некоторых случаях это хорошо, ну а в некоторых так хочется, чтобы они стали явью. Сейчас еще одна порция чьих-то из бывшихся надежд. Остров-сад, дворец бракосочетаний, высотные дома за торговым центром. Пока они – только фантазии архитекторов. Как, впрочем, и проект застройки участка от улиц Косарева до Краснознаменной вдоль реки Миас, в аккуратно против западного луча. Имя ему – Северный берег. Здесь предполагался ряд высотных домов, очень похожих на те, что сейчас строят в Манхэттене. Но главным акцентом стало бы 30-ти или 40-ка этажное здание. Завершил бы этот квартал мост от улицы Энгельса до Краснознаменной. Но его строительство, впрочем, как и продолжение университетской набережной от Косарева до 8 марта, пока остается в перспективных планах города. И вот эта территория пустует, как, впрочем, и участок напротив, где вдоль братьев Кошириных собирались воздвигнуть жилой комплекс «Радужный». Ну а мы перемещаемся на Алое поле, которое логически завершается Дворцом Пионеров и пустырем рядом с гаражами скорой помощи. В то время было сделано 6 проектов разными мастерскими, в разное время. Именно вот на этот участок парк Алое поле, он не имеет завершения. То есть, как бы, вот стоит красивый Дворец Пионеров, а дальше все как-то ушло, никуда там, все как бы не додел. Недавно появился вот этот рендер. Это один из вариантов. Но пока земля пустует. Территорию рынка Перекресток, который граничит со Сверловским проспектом, проектировали много раз. Место видное. Чего здесь только не мечтали построить архитекторы. И торговый центр, и немыслимое здание театра в виде кубика Рубика предлагали. И офисную башню в стиле хай-тек. От нее должно было идти несколько лучей, жилых домов и гостиниц. Последний проект занял даже первое место на международной выставке в 2003 году. Земля принадлежит компании, которая и владеет рынком. И пока о планах застройки этого участка она не заявляла. Еще один интересный инфраструктурный проект Хайвея все еще остается на бумаге. Скоростная автострада с односторонним движением, наподобие тех, что есть в Японии или Австралии. Она бы сделала центр более современным. Представить только! Машины совершали бы скоростные маневры на уровне четвертого этажа. А еще ранее был сделан проект такой же многоуровневой дороги от улицы Даватора до улицы Энтузиастов. Тоже была высоко поднятая дорога, которая проходила над Воровского и справа уходила на улицу Энгельса прямо к улице Энтузиастов. Ну, это вообще, наверное, уже забытый проект. То есть им даже уже никто и не занимается. Такой узел мощный, конечно, будет и атрибут миллионного города, и, конечно же, большой-большой плюс в разрежении вот этой массы автомобилей. И он далекий, близкий, родной. Первый жилой дом был сдан в строй 29 августа 42-го года. Что строит и чем он гордится сегодня? Динамика строительства в районе, она довольно-таки стабильная. В среднем где-то в год сдаем порядка 20 тысяч квадратных метров. Современные отделочные материалы. Секреты профессионалов. Самая критичная ошибка – это проектирование фундамента без учета свойств грунта. И новости отрасли. Строители. Каждую субботу в 23.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова